Вот, я тогда тоже скажу, потому что я, ну, знаете, я это уже воспринимаю как должно иногда. По поводу анатомии брака. Мы тоже, когда я начинала анатомию брака, мне просто пастор инвест сказал, нужно начать. Я не знала, как это делать. Расскажи, как мы начали. Кто думает, что начинается проект из Большого, расскажи, как мы начали. А мы сели втроем, я пастор и Саша Антипенко. И у нас было предложение, нужно начать школу подготовки к браку. Как ее начать, какие темы, мы не знали, да, Саша? Благо, Саша принес список с какой-то школы, где были примерные темы. Да, мы что-то там у них взяли, название тем каких-то, потом мы их поменяли. И мы все начинали с трех человек. Первая наша школа, это было 12 студентов, и то наши. Учились на своих, да, спасибо вам за то, что вы были студентами. Вот, на сегодняшний день наша школа растет очень активно и развивается. У нас очень много филиалов, где-то 70 филиалов. Вот, и люди все звонят и звонят и просят открывать филиалы. Вот, спасибо тоже Але Эрстовне, которая активно сейчас работает. В Германии, да, и мне сейчас просто просят проводить презентацию. Но это не самое главное. Самое главное, что нами заинтересовалось тоже наше государство. Во-первых, мы попали на прием к заместителю... Начальника управления по делам семьи и молодежи. Да, заместитель ли вы начальника управления по делам семьи и молодежи? Это Министерство социальной политики. Мы были на встрече втроем. Я, пастор Андрей и Катюша. Очень интересно мы с ним провели встречу. Он пообещал нам, что он донесет о нас своему начальнику. И мы сделаем такой, знаете, такой круглый стол, куда пригласим всех, кто тоже делает что-то в этом направлении и вынесет свои предложения, как мы можем сотрудничать с государством. Нет, мы им уже дали семь предложений, конкретных семь предложений. Он сказал, все предложения принимаются, то есть они соответствуют... Почему? Потому что они соответствуют программе, государственной программе, которая в мае была принята по вопросам семьи и молодежи. То есть государство перепечется об этом, а мы дали в этом и устранить, говорят, ну вопрос, все, мы готовы. Более того, нам сейчас звонят, нам пишут письма районной администрации, которые хотят где-то шесть, где-то шесть районных администраций. Вы не поняли. Шесть, давайте. Сколько всего районных администраций в городе, кто знает? Шесть из десяти председателей районных администраций написали письма, они говорят, что мы ждем вас на встречу, мы собираем у нас руководящий состав, который отвечает за этот вопрос, мы согласны с вашими предложениями, мы готовы к сотрудничеству. То есть что это означает? Они готовы и помещения выделять, ресурсы для этого. То есть они все готовы дать. Почему? Объясню. Потому что на этой встрече, в которой мы были в министерстве, человек сказал очень интересную вещь, ну, сам начальник управления. В министерстве пришло распоряжение, сверху они спустили распоряжение, на все районные и городские администрации, проводить школы подготовки к браку. Распоряжение пришло, а делать, они не знают, что и некому. И некому, волонтерам. Вы поняли? Поэтому для них наше предложение, потому что мы проводим, оно как глоток воздуха, как спасение, надо что-то отчитаться. Поэтому они нас все и дергают, начинают сейчас растягивать на части. Да, но это еще не все. Сейчас пастор закончил, потому что я до конца не знаю, это ему сказали. В нашей команде, у нас есть команда Анатомия Брака, есть семейная пара, они с другой церкви, но они с нами очень тесно сотрудничают. Это Валерий и Наталья Плыс, вы знаете, да, этих людей. Вот, и Валерий встретился с кем-то из партии регионов. В связи с руководителями есть такая, молодые регионы, знаете, то есть это молодежное крыло партии регионов. Вот, они встретились, и они хотят сейчас полностью ввести, от своей, как бы, от своего, не важно от какой-то партии, вопрос не в этом, они хотят на весь город ввести это. Чтобы в каждой школе, старших классов проводились такие просветительские работы по этой программе. По нашей программе, друзья. Так что, ну, к чему я хочу сказать, что Бог действительно работает. А начинали мы из ничего. Если вы боитесь и не знаете, что у вас получится, у вас получится. И придет время, когда не вы будете искать кого-то, а вас будут искать. Но я хочу воспользоваться, наверное, возможностью такой и сказать, если вы не имеете на сегодняшний день служения или призвания, или вы не знаете, что делать, вы бы хотели делать что-то в церкви, но вы не знаете, чем вам заняться, то мы ожидаем вас в команде «Анатомия брака». Катя найдет вам много работы, поверьте. Вы будете востребованы, вы будете что-то делать, и вы будете получать от этого удовольствие. Спасибо. И Наташа хочет свидетельствовать.